Продолжается эфир. В студии Алла Тулаев работает Жолдош Исаков. Туристический сезон в самом разгаре. Главный бриллиант в короне Кыргызстана Исакули уже начал принимать основной поток отдыхающих. В начале июня заместитель директора департамента туризма Каял Кенджиматова сообщал о том, что за три первых месяца этого года почти 2 миллиона туристов посетили Кыргызстан и что в 2023 наша страна может принять рекордное количество отдыхающих до 10 миллионов человек. О том, как приток туриста влияет или не влияет на ценообразование, мы поговорим с нашим гостем Абеком Амролиевым, заместителем председателя службы антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Абек Абасканыч. Здравствуйте. Здравствуйте. С какими вопросами и проблемами сталкивается антимонопольная служба в туризме? В данном случае наш орган в сфере туризма никакую работу не проводит. В частности, если будете спрашивать, является ли основным показателем цена для туристов, чтобы приехать к Кыргызстан, я думаю, это не тот вопрос, что цена наших услуг, которые предоставляются нашими туристическими системами, не является основанием для выбора туриста приехать к нам или не приехать. Это основной вопрос был. Это не влияет, да? Конечно, не влияет, потому что прежде чем куда-то выехать, то есть туристы, они смотрят в основном, их интересует природа страны, а цена, я думаю, это на второй план отходит. Для туристов. Конечно, цена влияет на наших местных туристов, потому что это связано с платежеспособностью туриста. Иностранные туристы, я думаю, их цена не в таком уровне волнует, как наших местных туристов. У нас есть большие заблуждения в плане полномочий различных ведомств. Какие полномочия у вашего ведомства в этом направлении и в каком случае вы можете подключаться к некой ситуации? Ну, в сфере туризма мы непосредственно регулируем или со стороны нашего органа или государственных органов, вообще в системе государства не ведется. Это вот главный вопрос, да? Потому что сразу там куда-то приходят, коттедж стоит столько, квартира стоит столько, почему не регулируют? Стоимость туристических услуг формируется на основе спроса и предложения, это первый показатель. А второй показатель, это тоже основное влияние имеет конкуренцию. То есть цена пансионатов или туристических объектов зависит от, какие условия. То есть если это хорошие условия, хороший сервис, цена, скажем, приемлема. А если еще лучше, ну, подороже и так далее. То есть между туристическими объектами идет, скажем, конкуренция. Из этого порождается цена и формирует цена окончательная для туристов, скажем. Это то есть такие процессы, которые вообще происходят внутри рыночной экономики? Конечно, мы уже, какой год уже рыночной экономики, и мы, в основном, наша политика правительства направлена на развитие предпринимательства. Это в связи с государственного регулирования данной системы на сегодняшний день не существует. Касаемо теперь непосредственно вашей работы, вы контролируете процесс ценообразования на определенные продукты, которые составляют нашу продовольственную безопасность? Не надо говорить, что мы контролируем ценообразование на какие-либо товары и услуги. У нас есть обязанность мониторить стоимость социально значимых товаров. Например, туда входит мясо, рис, сахар, подсолнечное масло, масло сливочное и так далее. Таких наименований 16 видов. Мы еженедельно проводим мониторинг и наблюдаем, какая цена. В случае роста в течение месяца на 20% мы вправе вести государственное регулирование. Если правительство примется такое решение, антимонопольный орган непосредственно имеет право регулировать цену на определенный товар до 90 дней. То есть этот процесс отрегулирован, он прописан как он действует технически? Да, и какие органы принимаются, это регламентировано нормативным актом нашей республики. А в каком случае вы можете обращать внимание на те или иные процессы? Вне эфира мы говорили о том, что вам должно поступить заявление от гражданина, да? Если возьмем сектор туризма, если какой-то гражданин недоволен услугой, предоставленной туристическим объектом, тогда этот гражданин или турист в качестве потребителя имеет право обратиться в наш орган в целях защиты своих потребительских прав. В данном случае тогда мы рассмотрим и конкретно будем изучать, что было нарушено, какие нормы законного защиты прав потребителей. И в конце мы можем принять меры в соответствии с данным законом. Вот можете привести пример, к вам обращались уже по поводу, потому что сейчас у нас туристический сезон в разгаре, у нас начинается среди общества, среди народа метание, куда обращаться и так далее. Есть, конечно, вот, например, я могу привести пример, два примера, да? Один пример с гражданином нашей республики, другой гражданином Российской Федерации. Вот в прошлом году турист из России заранее заказал себе место на Иссык-Клубе. Забронировал, да? Забронировал и оплатил через интернет стоимость данных услуг. То есть он внес полную стоимость? Да, по предварительному договору они договорились, что этот турист оплачивает в стопроцентном виде стоимость предоставления этих услуг. Там я сумму забыл. И когда турист приехал в Кыргызстан, в Мишкек, потом отправился из Сыкуля, его условия не удовлетворили. Да, в связи с тем он отказался и потребовал вернуть оплаченную сумму. Однако хозяин этого объекта отказался обосновать тем, что он заранее как-то выделил эту комнату для этого туриста. И в тот момент он не мог это предоставить другому туристу, предположим. И в этой связи этот гражданин Российской Федерации обратился в наш адрес и мы в течение недели рассмотрели данный вопрос с участием нашего представителя Сыкульской области и вернули данную оплаченную сумму этому туристу. Полную стоимость? Да, конечно. По закону, если турист или потребитель не получает услугу, он имеет право вернуть всю стоимость. Это норма закона. Это первый кейс, а второй вы сказали уже с участием нашего гражданина. Да, там был гражданин нашей республики, они сначала договорились о стоимости по телефону. Он был из Бишкека, когда он приехал туда, тот хозяин пансионата сказал, что на сегодня цены выросли и стоят не тысячи сумм, а две тысячи сумм. Он изменил цену? На тот момент. И тоже это нарушением, потому что когда он сделал себе выбор, это согласно закону защиты прав потребителя, потребитель после получения ему информации об изготовителе услуги, он принимает решение. То есть он по телефону, они как-то договорились на тысячу сумм в день, а когда приехал, ему озвучили две тысячи. И тогда он начал как-то предъявлять претензии, тот не принял, и в связи с тем этот гражданин обратился на наш адрес, и мы, как всегда, помогли. И в итоге тот хозяин пансионата должен был, обязан был предоставить ему свои услуги по тысячу сумм в сутки. Как быть в этом деле, если, я так понял, это был устный договор? В данном случае не устный, это по телефону, сейчас, что хорошо, сейчас через мессенджеры, ватсап, есть переписка, есть доказательства. А, переписка сохранилась? Если, да, этих данных не было, нам было тоже трудно доказать правоту потребителя. А цену он поднял в два раза буквально? Да, ну, вы же знаете, у нас, когда сезон, когда ажиотаж, когда выходные дни, ну, этим пользуются все, ну, скажем, недобросовестные предприниматели, и есть такие моменты. И вот вы сказали о том, что антимонопольное ведомство, вы следите за ценами определенной категории продовольственных товаров. Что с ними сейчас на Иссыкуле? В этот период цена растет в определенном размере? Да, развитием и увеличением потока туристов, местных и зарубежных, на Иссыкульской области, да, цена меняется. Ну, в основном это не на продукты питания, да, скажем, а в основном услуги на пансионаты. Когда спрос увеличивается, и, соответственно, предприниматели очень оперативно реагируют на это, и каждый день меняют цены. Ну, есть такие моменты, поэтому вот это и отражается на общий, скажем, туристический сезон, да. А вообще вот на продуктовые товары цены не меняются, вот если брать, может быть, ну, данные прошлых лет. Ну, если так смотреть, то есть изменения, конечно, это, в первую очередь, это уровень инфляции, и на некоторые продукты есть повышение. Ну, это объективные причины есть, поэтому, ну, таких резких повышений пока мы не наблюдаем. Как вы отслеживаете ситуацию с ценами, вон, на те 16 видов? Мы, я же, как ранее сказал, еженедельно проводим мониторинг, изучаем. В случае повышения на 20% мы принимаем меры. До 20%, если нет повышения, это считается, ну, допустимо пока. Кроме этого, мы проводим, одновременно мониторим, проводим раздействительную работу. Вот я хотел бы остановиться, вот уже второй день, третий день уже на социальных сетях идет информация, что очень резко есть повышение на продукты питания и на цены пансионатов в Иссык-Кульской области. Вот недавно службой принято решение о проведении раздействительной работы, вот мы скоро направляемся в Иссык-Кульскую область. Это некая выездная комиссия, да? Да, да. Мы сначала проведем определенную работу главами органов местной государственной администрации, главами Айлюк-Метюй, а также собственниками, владельцами пансионатов, домов, отдыхов, расположенных на территории Иссык-Кульской области, где будут разъяснены их обязанности, а также будем требовать защиты прав потребителей, то есть они не нарушали права туристов, как качество потребителя. И определенные наши планы есть, вот мы скоро это будем проводить. Если подытожить тему работы вашего ведомства в этом направлении, вы можете рассматривать вопросы, касаемые качества предоставляемых услуг, граждане могут к вам вращаться с определенным гейсом. Да, если есть конкретные факты нарушения права потребителя, мы праве рассматривать эти факты и примем в соответствующей мере в рамках действующего законодательства. Это касаемо качества услуг, а вот когда вы выезжаете и когда будет завершена работа по Иссык-Кульской области? В Иссык-Кульской области выездная комиссия начнет свою работу в четверг. Это первый план работы, это разъяснительная работа для магазинов, для работников рынков. Второй день будет встреча главами местной госадминистрации, и это пятницу будет 10 часов на территории администрации Иссык-Кульского района, и главами Айлюкмиты, и собственниками пансионата. Я думаю, эта работа будет проводиться в течение трех дней, в конце этой недели. Ну, ситуация прояснится, да, уже по тем сообщениям, которые вы озвучили? Мы по итогам проанализируем, и, наверное, будут конкретные предложения для правительства, и сами примем решение, что в дальнейшем нам необходимо, на что обратить внимание. И в завершение вопросов, в прошлом году каких-то скачков цен на значимые продукты не было замечено? Социально значимые продукты, вот осенью, все мы помним, цены на уголь выросли, да, и тогда правительством было принято решение о введении госрегулирования. И мы как-то провели свою работу, какой результат этому оценку удастся наши граждане. А так мы, как полагается, провели свою работу в рамках полномочий. В прошлом году таких фактов не было? Был. А нет, по сфере туризма я имею в виду. По другим, а по сфере туризма нет, таких фактов не зафиксировано. Спасибо за ваши ответы. Еще раз напомним, туристический сезон в самом разгаре, Иссык-Куль уже начал принимать большой поток отдыхающих. Отметим, в начале июня этого года замдиректора департамента туризма Каял Кенджиматова сообщал о том, что за три первых месяца этого года почти 2 миллиона туристов посетили Кыргызстан, и что в 2023-м в целом наша страна может принять рекордное количество отдыхающих до 10 миллионов. И тут надо вспомнить прошлогодние цифры. В 2022 году, по ее данным, нашу республику посетили 7,5 миллионов туристов. И о том, как приход многочисленных туристов, по мнению нашего гостя, это не влияет на ценообразование, мы поговорили с Абеком Амарливым, заместителем председателя службы антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции. Он дал разъяснение, в каких случаях вы можете обращаться в данное ведомство для защиты собственных интересов, для защиты потребительских прав. Спасибо, что были с нами. Уверимся.